Я думаю, что нам всем знакома одна такая очень важная, с одной стороны, повседневная, с другой стороны, огромная проблема. Проблема нахождения баланса между свободой и чистотой. Давайте несколько примеров. Как свободно можно было бы зайти домой и не разуваться, или не мыть ноги, и прямо в спальне, или по ковру. Однако мы вспоминаем, что свобода, свобода, и на нам еще важная чистота. Или это вечный вопрос молодых родителей. Что важнее для воспитания детей, свобода или чистота? Дать им возможность бегать по лужам, когда они маленькие, или следить, чтобы они были рядом и не запачкались. А когда они подрастут немного, станут подростками, дать им свободу, чтобы они развивались, свободны. Бегали сколько хотят на улице, приходили почти когда хотят, так чтобы уж не слишком поздно было, но можно допоздна. И играют с кем хотят, или контролировать с кем они там играют. Свобода или чистота? Ну, чистота в разном смысле. Они могут гулять с грязнулями, а может уже появляться там и нравственная чистота, когда они становятся подростками. Не так ли? Примеры можно продолжать. Мы могли бы вспомнить о том, что перед нами стоит такой простой фильм. Стоит такой простой вопрос, стойки мне смотреть этот фильм или нет, если там какая-то такая красная звездочка. С одной стороны, понятное дело, свобода. Я взрослый человек. С другой стороны, вопрос не испачкаю след. Или, например, такой украинский вопрос. Вопрос, много споров вызывающих. Должна ли быть у нас свобода для всех языков? Например, для того, на котором я обычно говорю здесь с вами. Или должна быть культурная чистота, чтобы это был один язык, на котором страна может чисто развиваться в своей национальной идентичности. Мы могли бы продолжать эти вопросы, не правда ли? Мы видим, это не только повседневные вопросы, это и большие общественные вопросы. Более того, это вопрос не только общественные, может быть, политические, это вопрос еще и богословский. Так бывает у нас, нам уже привычно. Вот этот человек, этот проповедник или этот брат или сестра, они, конечно же, будут говорить о свободе, потому что любовь Божия, потому что, конечно же, во Христе мы имеем полную свободу. А другой выйдет и сразу начинает одержать, подожди, подожди, не забываем, что у нас есть еще и чистота, святость, нравственная чистота, без которой никто не увидит Господа. Один может сказать, самое главное это все, что угодно, но потом помолись, и Господь очистит сердце, как там в первом послании написано. А другой сразу вспомнит, нет, подожди, но она говорит, а разве нам неправильно следить за своим поведением и не делать того, что не нужно? Такой интересный, широкий вопрос. Вопрос, который касается, кажется, всех областей жизни. Я думаю, что каждый из нас сталкивался, может быть, сегодня даже с подобным вопросом в каком-то своем варианте. Вот как раз вот разбору этого вопроса посвящена наша сегодняшняя глава. Пятнадцатая глава Дени Апостолов. Мы до нее как раз добрались. С одной стороны, эта глава, ну, она не такая наполненная волнующими путешествиями, переключениями, когда кажется здорово вот так вот тебя зажигать. Что там будет дальше, как он выберется из этой ситуации, наш герой-миссионер Апостол Павел со своим спутником Варнавой, например. Здесь мы будем читать, большей честью люди собираются где-то у себя там, может быть, в комнате, может, на кухне, может, где-нибудь на улице, где-нибудь на привале. И начинают спорить. Там даже мы посмотрим, будет такой церковный собор. Мы не знаем, где он происходил. Я всегда себе представлял какой-то братской такой комнате или в каком-то центре церковном. На самом деле, скорее всего, они собирались тоже там, может быть, на свежем воздухе. На воздухе жарко, наверное, было, они находили прохладное дерево. Но это глава, которая не похожа на других, потому что здесь разбирается этот вопрос. И он сложный, на самом деле, вопрос. И он настолько сложный, что, вы знаете, я решил изменить своему правилу и решил его разобрать в два, как бы, подхода. Сегодня половину и в следующий раз половину. Можете сказать, ну, это несправедливо, балансом всегда требует того, чтобы рассматривать его целиком. Ну, может быть, тогда это будет для вас интересно, чтобы вы дома попытались продолжить все размышления в этом теле и в этой теме. И в следующий раз, когда мы сверемся, даст Бог в следующий воскресенье вместе. И вовсе закончили. Итак, давайте, не откладывая никуда, время у нас идет, начнем читать 15 главу Деяния Апостола. Начнем с первого стиха, дочитаем, например, до середины, там еще пару стихов захватим и потом рассмотрим ее. Итак, мы уже знаем, что здесь речь идет об этом нашем вопросе свободы и чистоты. Мы будем внимательно смотреть, кто же здесь, какая же здесь партия свободы или партия чистоты и святости победит. Мы понимаем, что это очень, наверное, будет неожиданное для нас решение, как всегда и в Англии бывает. И, кстати говоря, в каждом хорошем фильме бывает. Потому что хорошие фильмы, хорошие фильмы это не всегда, или хорошие книги. Не всегда только о приключениях. Мне, например, нравятся приключения, но интересно бывает, особенно когда я подрос, бывает смотреть какой-то фильм или читать книгу, где рассматривается какой-то конфликт. Когда есть два разные конфликтующие точки зрения. Кто выиграет в этом споре? И каким образом он докажет свою правоту? Чем все закончится? Речь пойдет действительно о конфликте. И это еще одна очень интересная сторона сегодняшнего рассуждения. Конфликт между двумя взглядами, как конфликт между двумя людьми. Обычные конфликты между двумя людьми, например, в семье, они происходят из-за того, что разные взгляды на какой-то вопрос. Конфликты. Ладно, я уже сейчас начну опять рассуждать. Давайте прочитаем главу сначала. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисеев, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнава с ними, то положили Павлу и Варнаве, то есть решили, сказали, давай Павел и Варнава, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам Иерусалима. Иерусалима. Так они решили, так они положили в Антиохию. Мы помним, что Антиохия находится очень далеко, на север от Иерусалима, там в другой стране, на севере Сирии, недалеко уже от Килики. Итак, бывшие провожены, церковью они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Я добавлю, наверное, и в сёстрах. Не верю, что сёстры не радовались наравне с братьями. Ну, так тогда было принято говорить о братьях, а подразумевать братья и сёстры. По прибытии же в Иерусалим, они, то есть вот эти вот Павел и Варнава и некоторые с ними, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили им всё, что Бог сотворил с ними. Ну, то есть, что Бог сотворил с ними где? Не в Антиохии, конечно, когда у них конфликт произошёл, а тогда раньше, когда они ходили в миссионерское путешествие, потому что дальше написано «И как отверст две веры язычникам». Тогда восстали некоторые из фарисейской ересей, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Я сразу же скажу здесь, может, для кого-то, наверное, для большинства из нас, какие-то для меня, слово «ереси» – это звучит, понятное дело, что сразу начали ругаться здесь. Ну, апостол, ну, здесь не апостол, а автор Лука, который написал книгу «Деяние», не разобрался, кто из них прав и кто не прав, а сразу обозвало ересью и всё тут. Оказывается, не всё так просто. Оказывается, ересь на греческом языке – это означает как раз то же самое, что мы сегодня говорим, подразумевая под слово «партия», например, «политическая партия». Или партия, например, у нас бы, вот среди нас, собрали, организовалось бы два направления, или больше три направления взглядов по какому-то вопросу. Например, один взгляд был бы такой «давайте все собираться на балконе», а другие говорят «нет, давайте здесь». И партия балконников будет собираться там, партия, которых партерщиков будет собираться там, есть ещё одна партия, как это называется, вот, правого крыла, и вот у нас партия. И это не просто потому, что нам так удобно, а потому, что у нас есть принципиальная позиция. Мне сверху гораздо всё удобнее и легче, и проще. Или «нет, я хочу быть поближе сюда, вот, к проповеднику, или к экрану, или ещё что-то». Понимаете? Это не ересь сидеть на балконе, абсолютно нет. И не подумайте, что я считаю, что там еретики собрались. Это просто партия такая. Ну, мы разобрали, в чём тут дело, то есть никто не ругается, это никакая не фарисейская ересь, это просто фарисейская партия. Так люди понимают, такой у неё взгляд. Значит, апостолы и пресвители собрались для рассмотрения сего дела. Подобном рассуждении Пётр, встав, сказал им «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Это очень важное здесь добавление. «Верою очистив сердца их». «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи?» Здесь много старых русских слов. Этого слова «выи» на самом деле не было в греческом языке, там совершенно другое слово. Но оно переводится как «выи». Но вы знаете, что такое «выи», да? Это оглобли. Это вот старое слово для оглобли. Сейчас уже оглобли мало кто пользуется. Сейчас уже тракторами или маленькими, или большими пользуются. А раньше, когда пользовались валами или другими животными, тогда лошадьми, оглобли ставили. И вот под этим временем, под этим напряжением контролировали животное. Куда хочешь, туда и поведешь. Вот такое слово здесь употреблено. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников ига, то есть оглобли, которого не могли понести ни отцы нашей, ни мы?» Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Или спасаемся, как и они. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли...» Интересно, что два раза повторяется слово «умолкли». Я только сейчас обратил внимание. Наверное, это важно. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи-братья, что они все так и прощаются, мужи-братья». Про сестер постоянно забывают. Могли сказать «мужи-братья, женщины и сестры». Ну, так было принято. «Мужи-братья, послушайте меня. Симон, ну, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Из сим, согласно слова пророков, как написано «потом обращусь», цитата идет «потом обращусь и воссоздам скинюю Давидову упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». «Ведомы Богу от вечности все дела его». «Посему, внимание, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от искорененного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе». И еще два стиха пропустим здесь, и еще прочитаем 28-й и 29-й стихи. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас», то есть на получателей письма, которые они там дальше написали, «Никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от доложертанного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, что себе не хотите, соблюдаясь ей хорошо сделаете, будьте здравы». Вот такой текст. Давайте сейчас, это сложный текст, и я надеюсь, что мы еще не растеряли наше внимание, потому что вопрос действительно очень важный, практичный, практичный для нашей повседневной жизни, каждого из нас отдельности, для нашей Церкви, благословский вопрос. Давайте сосредоточимся. Сейчас трудно бывает даже дышать, такая погода тяжелая. Давайте попросим Господа, чтобы Он помог нам набрать воздуха в нашей легке, чтобы Он послал Дух нам Святой, чтобы мы уразумели все, что Он хочет нам сказать, и чтобы мы не сказали сегодня никакой ереси, то есть не удалились ни в какую партию, а чтобы держались твердой верой евангельской. Помолимся, склоним наши головы и сердца, и помолимся. Господь, наш Бог, мы благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя, что здесь в книге Твоей, Святой, есть так много учения, и самые разные истории, и самое разное повествование мы здесь читаем. И вот сегодня мы подошли к этому сложному вопросу, вопросу, к которому наверняка неоднократно многие из нас задумывались и возвращались к нему. Многие сегодня, наверное, имеют какое-то твердое мнение по этому вопросу. Помоги нам быть внимательным к Тебе и услышать все, что Ты хочешь нам сказать. Благослови нас сейчас, растуждая это Слово Твоим. Аминь. Итак, два взаимоисключающих, здесь мы видим вопроса. Один вопрос – это вопрос свободы. Помните? Иго, вы, бремя, не затруднять. Все эти слова – это те слова, которые обозначают какой-то недостаток свободы. Мы понимаем, что здесь очень сильное направление, и мы уже прочитали только что об этом, очень сильное направление, которое свидетельствует нам о том, что Евангелие, то, которое проповедует апостол Павел, и здесь с ним соглашаются все апостолы, это Евангелие свободы. И есть вот еще один очень важный вопрос. Это вопрос чистоты. Потому что, помните, Петр вспоминал об этом. Он говорил о чистоте сердца. Там, кстати говоря, еще есть интересное слово – сердцеведец Бог. Кардионосис. Мы говорим кардиолог такой, тот человек, который изучает сердце, а есть еще некто, кто знает сердца. И вот этот вот как раз сердцеведец, кардионосис он увидел сердца язычников и дал им через вероочищение. Кажется, два разных противоположных вопроса. И мы, как сегодня уже говорили, мы привыкли к тому, что обычно тех людей, которые делают акцент на вопросе свободы, их называют как свободолюбцами или еще как либералами. А те, которые говорят о чистоте и святости, их часто называют как? Консерваторами или законниками. Консерваторы, знаете, почему консерваторы? Обычно консерваторы – это те люди, которые хотят законсервировать статус-кво. Все, что работало раньше, оно должно работать и дальше. И поэтому консерваторы всегда с подозрением относятся к либералу. Но мы с вами, конечно же, кто? Что? Ох, сейчас, наверное, если бы попросил поднять руки, наверное, получилось, наверное, половину на половину, боюсь. Но не будем поднимать руки. Кто вы сами, либералы или консерваторы? С одной стороны, мы видим здесь либерала Павла с Варнавой и с другими. С другой стороны, там есть консерваторы вот эти вот иудействующие, которые пришли и возмутили спокойствие, там буквально переводятся. Ну, мы, наверное, тогда либералы. Но, с другой стороны, минуточку-минуточку, разве мы не за чистоту? И разве мы не боимся того, чтобы либералы не испортили нам вообще все наше понимание Евангелия? Потому что начни только уходить от того, что нам привычно, от старых традиций. Куда заберемся? А скоро заберемся туда, что будем вообще под сомнение ставить богодухновенность святого Слова Божия. И о том, что Иисус Христос родился от Девы Марии и так далее. Поэтому нет, конечно же, в этом смысле мы консерваторы. И как нам найти вот этот вот сегмент, где нам удержаться? Как нам не оказаться подобным православным? Например, из русской православной церкви, которая говорит, не-не, как бы украинская православная церковь уже на украинском языке начинаете песнопения делать и проповеди читать. Все только должно быть на старом, консервативном, старославянском языке. Или, чтобы нам не быть похожим на других наших дорогих братьев истер, которые до сих пор ходят все с косыночками и так далее. Вы знаете, когда я приехал, 20 лет тому назад мы приехали с семьей из Америки, и старые друзья из баптийских церквей внимательно присматривались. Что будет дальше? Либералами они стали или стали здоровыми консерватами, фундаменталистами такими, которые стоят на фундаменте? Проходит какое-то время, мы определились, мы с семьей стали ходить в дом архитектора. Потом у нас и появилась церковь, которую мы назвали потом Джирелон Адии. Источник надежды. И вот однажды звонит мне один из старших, очень уважаемых, любимых проповедников. Не буду говорить его имя, но, может быть, некоторые его знают из Большой Баптийской церкви. Хороший человек очень. Я в детстве заслушал свои проповедения, он такой был молодежный, всегда проповедник. По сердцу молодежи говорил. От него я буду всегда ожидать, что он немножко на либеральной стране. Он говорит, звонит мне, говорит, Сергей, никогда не свободу этого вечера. Ты что ты там либерализм наводишь в церкви, у вас там в церкви? Я тогда был один из пресвитеров в этой церкви. И я говорю, да нет, никакого либерализма нету. Почему либерализм? Ну как же это не либерализм? Вы же там танцы вы себе развели. Я, наверное, рассказывал эту историю. Я говорю, да нет, мы не танцуем в нашей церкви. Хотя так я для себя уже прикидываю, что некоторые церкви там мессианские танцуют. И все, ничего нормально. Вполне там, в Израиле тоже танцевали. Но мы не вдаемся в это богословие. Я говорю, нет, мы у нас не танцуем. Мы нормальны. Он говорит, ну как же, как же. Но вы же там хлопаете, правильно? Ничего не поделаешь. Мы хлопаем. У нас было тогда около 30 американцев. Американцы все хлопали, и мы вслед за ними научились хлопать. Ну, я имею в виду, когда кто-то хорошо споет, или кто-то мы поддерживаем, когда, может быть, когда человек рассказал о том, как Господь благословил его. Я признаюсь. Да, говорю, хлопаем. Ну вот, хлопаете и танцевать будете. Значит, либерал. И так поставили на мне кресло некоторые из моих старых братьев. Но некоторые до сих пор считают, что либерал. Теперь уже по некоторым другим причинам. Ну, опять мы немножко удалили в сторону. Давайте посмотрим на текст. Потому что для нас самое важное выяснить, о чем говорит этот текст. Правда ли? Вы знаете, этот текст очень важен с нескольких сторон. Но с одной стороны он важен, потому что здесь разбирается первый церковный конфликт. И поэтому нам важно посмотреть вообще-то на уроки евангельского подхода конфликтов с одной стороны. С другой стороны, посмотреть, как это, уроки этого конфликта, как он может относиться к нам, как нам решать конфликты. В наших семейных, может быть, отношениях, супружеских или в отношениях с друзьями. Мы знаем экономический конфликт, политический, военный конфликт. Бывают даже и богословские конфликты, как мы выясним. Итак, мы можем обратить внимание, что в том тексте, который мы прочитали, можно определить определенный сюжет. То есть автор так разворачивает тему развития этого конфликта, что он держит нас в напряжении. Что же произойдет дальше? Как разрешить этот конфликт? Получится ли восстановить отношения у сторон этого конфликта? Вы знаете, очень важно, мы уже говорили, вот эти последние главы, которые мы читаем в книге Денья апостолов, рассматривать вместе уже с посланием, с одним из самых первых посланий, которые написал апостол Павел, и это послание к Галатам. Потому что, изучая многих исследователей Нового Завета и рассуждания на этим, я прихожу к выводу, что, скорее всего, послание к Галатам как раз было написано вот в это время, вот в процессе написания, в процессе, которая рассматривается вот в этой главе. Я вам сейчас расскажу, почему. Дело в том, что там во второй главе послания к Галатам есть одна такая история. Апостол Павел, о котором здесь идет речь, который мы заметили, он в самом начале имеет разногласия и очень большое разнопрение с пришедшими из Уйдей. Он рассказывает историю о том, что он находится в городе Анчоохия. И в этот город Анчоохия приходят некоторые из Иерусалима. И там во второй главе, с 11 стиха, если посмотрите, там вы видите, он говорит, некоторые от Иакова пришли. Иаков – это не тот Иаков, конечно, которого Ирод Агриппа обезглавил. Кто был Иаков, брат Андрея, кстати, Иоанна. Это другой Иаков. Это Иаков – брат Господень, сводный брат, которому Господь лично явился по воскресению Своему. И который впоследствии стал главой Нусульинской Церкви. И историки свидетельствуют, что это был человек, который особым образом соблюдал закон. То есть к нему не придраться было никакому фарисею. Он был христианином, но при этом он был, ну, мы могли бы сказать, не то что законником, но брустителем закона. Во всех его уменьшайших подробностях. Тот самый Иаков, который, кстати говоря, написал послание от Иакова. И вот Павел говорит, что когда пришли некоторые из Иерусалима от Иакова, то в этот момент что-то произошло. В это время, оказывается, там был Симон Петр. И он говорит, Симон Петр, тот самый крепкий камень Кифа Петр, который до прихода некоторых от Иакова не стеснялся со всеми язычниками, которые покаялись, там помните, в Антиохии мы читали, по-моему, это было в 12-е годы, очень многие покаялись там в Антиохии из язычников. То есть они никогда не были раньше иудеями, они покаялись. И вот эти бывшие язычники, которые не обрезаны, которые не соблюдают закон, никто их не научил соблюдать закон, и с ними Симон Петр садится вместе и ест. А для иудеев, для всех правоверных иудеев это было страшное преступление. Это было огромное стремление. Это было нарушение всякого закона, сесть вместе с язычником, кушать. И вот он говорит, до прихода некоторых из Иерусалима, от этого он не стеснялся ее. А когда эти пришли некоторые, он стал укрываться и перестал с ними кушать. И говорит, с ним начали лицемерить и другие. И даже, даже Варнава, с которым мы читали, Павел путешествовал в своем первом бессмерском путешествии, и тот был увлечен вот этим вот лицемерием Петра, Павел говорит. И говорит, когда я это узнал, знаете, я прочитаю, потому что это такие очень слова важные, второй, резкие, вернее, в этой главе, второе из 11 стиха. Когда же Петр пришел на Техи, то я лично противостал, потому что он подвергался нареканию. И потом 14 стих, когда я увидел, что они не прямо поступают по истине в английской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вот такая история. То есть конфликт, по-видимому, об этой ситуации как раз Павел пишет галатам, тем, которые уверовали в галате, потому что он переживает, что и до них доберутся, как это впоследствии случилось. Мы знаем послание галатам эти иудействующие, которые из партии, из Елиси, партии фарисеев. И поэтому он предупреждает его, он рассказывает, что произошло. Он ничего не рассказывает им про то, что произошло в Иерусалиме. Он рассказывает про то, как это только что было в Антиохии. И мы видим, что этот конфликт, о котором он говорит, это не просто конфликт, когда они имели очень горячие споры, разногласия. Здесь очень два рейских слова, которые пахнут такими горячими настроениями, как в бунте. Второй стих мы прочитали, когда же произошло разногласие, и немалое состязание. То есть, это были горячие эмоции. Вот какие здесь слова подлюблены. И мы даже услышали, как Павел говорит не кому-то другому, а самому апостолу Петру. Как ты можешь? Что ты такое делаешь? Ты против истинно евангельское говоришь. То есть, мы видим начало, завязку конфликта, который, кажется, вызывает очень большое ощущение, что же будет дальше. Расбалансировки. Голова кружится просто. Знаете, когда потерял баланс. И вот здесь начинается как раз завязка сюжета. Что же будет дальше? Как дальше пройдет? А дальше? Дальше. Дальше это боль. Боль нарушения взаимоотношений. Разочарование от разрушенного единства взглядов. Беспокойство в ожидании того, что же будет дальше. Весь этот кризис, то есть, мы сейчас просто рассматриваем с вами описание кризиса, все это потом начинает расширяться. И расширяться даже географически. Потому что мы прочитали в пятом стихе, здесь было написано, в пятнадцатой главе пятый стих, о том, что когда в Антиохе решили, ну что ж, мы сами уже был пару раз в Иерусалиме, в Арнаве вообще там было, вы все знаете, пусть они пойдут вместе, и еще с ними несколько сетей пойдет туда в Иерусалим, и там пусть они разберутся. С самим Иаковом. Вот пришли от Иакова, взбаламутились здесь, разбирайтесь с нами в Иерусалим. И вот, представьте себе, они идут долгий путь, очень долгий, не один день, может быть, несколько недель они там шли. И вот здесь, когда они проходили Феникию и Самарию, в третьем стихе, они рассказывали об обращении язычников, здесь мы читаем, и производили радость великую во всех братьях. То есть, с одной стороны, ну, понятно же, что это только одна сторона конфликта, о котором мы читали. И дальше мы почитали, что когда они пришли в Иерусалим, были приняты церковью, и всеми остальными апостолами, сетерами рассказали, как там прошло мессиенское путешествие, как там в Антиохии, многие уверовались из язычников. И потом пятый стих, тогда восстали некоторые из ворисейской ереси. Восстали, представляете? Это было резко, это было жестко. Восстали уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. То есть, мы видим расширение конфликта. Интересно развивается событие. Почти как в фильме. Бывают такие фильмы, не видели никогда, когда все происходит, кажется, в одной комнате. Может быть, в судебной комнате или в одной комнате, где происходит какой-то конфликт, и вот конфликт, который начался, который разбалансировал ситуацию, он теперь занимает все больше и больше пространства. Он расширяется эмоционально и географически, и во всяком. И, наконец, мы дальше видим, что происходит максимальное напряжение конфликта, когда происходит то, что сегодня называется интервенцией. Интервенция — это когда есть у человека очень большая проблема, и ему трудно саму справиться, и когда собираются друзья или собираются посредники в этой ситуации, и начинают вместе ему объяснить, то есть одной стороны конфликта мало. Нужно собрать других людей, которые могли бы показать обеим сторонам всю ситуацию. И вот здесь вот как раз это происходит, когда начинается собор в Иерусалиме, и там мы понимаем, что собрались не только апостолы и пресвитеры, старейшина собралась вся церковь, как мы дальше прочитали. И наступает максимальное напряжение. С чего мы можем этот вывод сделать? Из того, что когда многие очень поговорили, здесь было написано «по долгом рассуждений» — седьмой стих, «по долгом» — многие люди здесь говорили, мы можем только себе представить, что они говорили. Если бы мы сейчас на этом этапе предложили нашему собранию разделиться пополам, или на первый-второй рассчитаясь, и давайте рассмотрим две стороны, чистота или свобода, то у нас было бы тоже, наверное, долгое и, может быть, очень интересное рассуждение. Может быть, это интересная тема для библейской группы, если вы посещаете вот такую группу. И вот по долгом рассуждении встает Петр. И он приводит свои аргументы. И эти аргументы набирают, так сказать, свой нокаут. Он начинает с того, что он рассказывает о том, что когда-то Бог сам избрал, чтобы Петра именно отправить из Иопии, из Яфы современной, в Кесарию, к язычнику Корнили. Мы когда об этом подробно рассуждали, к этому центриону, сотнику. И чтобы там, вместе с ним, чтобы даже разделить черепу. Потому что там Петр остался, и когда он видел, что Бог почитает нечисто, он не может... Чисто, он не может почитать нечисто. И он рассказал об этом случае. Ну ладно. Это произошло, может быть, один раз, хотя, конечно, все тогда согласились, поддержали ее все время. Наверное, это просто было исключение из правил, тогда не было никакого собора. Ну что ж, ну ладно, посмотрим, как оно дальше пойдет. Это первый у него был такой аргумент, когда он говорил, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и веры. Но потом он дальше говорит, в 8 стихе, и сердцевидец Бог, кардиогносец Бог, дал им свидетельство, это Бог даёт усилиество Духа Святого, как и нам, показывая, что Духа Святого он даёт не только тем людям, которые соблюдают весь закон, которые чисты и ритуальны, но и язычникам он даёт Духа Святого. И не положил никакого различия, говорит, между нами и ими, верою, очистив сердца их. И потом он задаёт такой, я так думаю, на повышенных тонах голос, из глубины сердца, вопль. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? И потом выдыхает. Но мы веруем, что благодаря Чего Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они. Из чего мы узнаём, что это высшее напряжение, высший накал конфликта? Из того, что это большое, я думаю, многолюдное собрание в Иерусалим вдруг умалкивает. Мы два раза там прочитали умолкло всё собрание. Настала мёртвая тишина после этого возгласа. Что же дальше? И после некоего умолчания теперь рассказывают о событиях, которые произошли там на севере Павел и Варнава. Варнава теперь уже избавился от, точно так же, как и Пётр, от этого лицемерия, в котором его обвинял Павел. Они уже договорились, всё уже нормально. Пётр уже теперь вместе с Павлом вместе. Пётр сказал, и Павел поддерживает, вызывает его слова. Но мы не знаем, что он говорил. Может быть, мы не знаем. Наверное, он пересказывал то, что мы читали в предыдущих главах. Поэтому, наверное, Лукай не описывает это подробно. Но это, собственно, не так важно, потому что, когда рассматривается спор, то одна сторона спора не так важна для того, чтобы довести её правоту. Рассматриваются другие аргументы. И вот, 12 стих, тогда умолкло всё собрание, слушала Варнавой Павла. И потом, после чего, после же того, 12 стих, как и не умолкли, начал речь Иаков. Что же сейчас скажет Иаков? И сказал, мужи-братья, послушайте меня. И вот здесь начинается развязка. Потому что Иаков говорит совершенно неожиданное от такого человека, как Иаков, слова. Вы знаете, я не думаю, что он научил тех иудействующих из партии Зелеси Фарисейской говорить, чтобы они производили разногласия и учили обрезываться, иначе не может никто спастись в Анчуахе и в других городах. Не думая так, потому что дальше, если мы будем читать в следующую воскресенье, если Бог будем читать, он говорит, некоторые вышедшие из нас пришли и говорили то, чего мы их неуполномачивали делать. Иаков наблюдал внимательно. Он не занимал до сих пор сторону. Но сейчас он внимательно всё выслушал. И он говорит, мужи-братья, послушайте меня. Он говорит, Симон, мы понимаем это правильно назвать, Петра, его арамейским именем здесь, изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя своё. То, что говорит Иаков, и с этим согласны все исследователи, он говорит просто удивительные вещи. Как никогда был составлен народ во имя Божие, из Израиля избранный народ. Так теперь народ избирает себе народ во имя своё из язычников. Точно так же, как когда-то из Израиля, так теперь из язычников. Как это мы можем узнать? Мы же только что послушали Симона, и Симон же всё так хорошо, подробно рассказал. Но дальше этого недостаточно. И с этим согласно Писание. Самое главное подтверждение, это не что-то, что произошло, пусть даже с апостолом, пусть даже с самым важным, уважаемым предсвитером во всей Украине или во всём мире. Но согласуется ли это с этим Писание? И с этим согласны слова пророков, как написано. И он стирает дальше слова из книги пророка Мосса и говорит, удивительно. Удивительно, потому что он эти слова, он как бы применяет к новой ситуации и показывает что-то, что ранее для читателей Ветхого Завета и для всех тех, кто сегодня читает закрытые покровала в глазах и не принял Христа. Непонятно, потому что он говорит, вот что, слушай миссия, потом обращусь и воссоздам скинию Давиду падшую. Что это за скиния Давидова? Падшая. Скиния – это не что иное, как дом Давидов. Дом Давидов – это образное выражение, как сказать, всё семейство и родство Давида. И в то время, когда говорили о царе, а Давид был царём, то подразумевали не просто семью, близкую семью и не более дальнее родство, а всё царство, которое принадлежало царю Давиду, которое было разрушено. Это известно из истории в результате грехопадения, в результате, я имею в виду, в результате грехов народа израильского, который был взят в плен, и эта линия царская Давида, его дом, был прекращён. Хотя было обетование, пророчество, что он будет восстановлен. Об этом говорил Омос и многие другие. И вот что же это за восстановление дома Давидова? Для слушателей Иакова всё очевидно. Он говорит о своём брате, своём сводном брате Иисусе, о том Давиде, о новом Давиде, из имени Давидова, который был однажды разрушен на кресте Голгоска. И он был, как здесь написано, воссоздан, воскрешён. Шестнадцатый стих. И дальше, чтобы взыскали Господа прочие человеки, то есть все остальные народы, люди, все народы, между которыми возвестится имя моё, говорит Господь, творящие всё сие. И потом он заканчивает этим несколько загадочным, но удивительным, заключительным стихом. «И ведомы Богу от вечности все дела Его». Как не тяжело было евреям чистым, таким избранным, таким особым, согласиться с тем, что грязные язычники со всех их иудейских языческим греховным прошлым, со всеми их грехами, их прелюбодейством, их идолопоклонством, и всем, что на них было. И теперь, оказывается, без всей этой ритуальной чистоты, они точно такой же народ, как когда-то был создан народ израильский. Он говорит, «Веданный Богу от вечности все дела Его». Это говорит история спасения, когда-то замысленная Богом и теперь раскрывающаяся перед нами. И поэтому, потому он говорит, «Потому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из изящников». Он говорит о свободе. Не затруднять. Ну, дальше начинаются странные, интересные слова. «А написать им, чтобы они, что? Опять закон? воздерживались от оскверленного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе. Ибо закон Моисея во древних родах по всем городам имеет проповедующих. Его читается в синагогах каждую субботу». Ну вот, все было хорошо, а тут, кажется, все запутан. Вы знаете, не запутан. Но настолько это важный вопрос, что я предлагаю нам с вами вернуться к этому стиху и к последующему тому, что изложено в этой главе в следующий раз. В следующее воскресенье даст нам Господь до него дожить. А сегодня сфокусироваться, остановиться и углубиться на той свободе, которую мы с вами увидели. Господь проявил через решение Иерусалимского собора. Первый Иерусалимский собор. Никто не возражал. Все согласились. Потому что дальше в 22 стихе тогда апостолы и присвитеры со всей их церкви, то есть со всеми ересями или со всеми патиями, как говорили, рассудили, избравшие среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, написавшие и поручившие следующие. И там идет большое письмо, и в этом письме говорится о том, что свобода, что мы услышали, что некоторые вышедшие из нас смутили вас и поколевали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не соблюдали, то мы, собравшись, единодушно рассудили и послали вот этих мужей вместе с нашим возлюбленным Павлом и Варнавою, или здесь написано Варнавой и Павлом. В Иерусалиме это было важно. В Иерусалиме, в отличие от миссинерского путешествия, первым был все еще Варнава, а не Павел. И, наконец, ибо угодно было Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени. Опять либерализм, опять свобода, более, кроме всего необходимого. Давайте немножко с вами улыбимся, у нас осталось еще немного времени, и это очень важно, и это, пожалуй, самая важная часть этой проповеди. Мы с вами рассмотрели вопрос, мы с вами рассмотрели развитие этого конфликта, а теперь нам с вами нужно рассмотреть уроки из этого конфликта, и особенно богословские уроки, потому что здесь я рассматриваю, есть два вида уроков. Первый урок этого, первые несколько уроков это вообще как действовать в конфликтной ситуации, и я об этом скажу очень коротко, не останавливаясь, прежде всего отстаивать истину. Помните Павла, при всех не искал какого-то места такого укромного, где бы он с ним поговорил на дине, при всех встал и противостал. Как ты, будучи иудеей, и при этом все равно жилят как язычник, требуешь, чтобы язычники жили, как иудеи. Ты что это предаешь Евангелии? И то же самое эти разногласия и премии, они все антиохи знали, все большое собрание знали. Никто никуда не прятался. Если начинается конфликт, не надо прятаться, не надо уходить в сторону, не надо ждать, когда что-то произойдет. Нужно об этом поговорить, сказать ту истину, в которой ты уверен. Ну, конечно, конечно, не перегибать палку, не говорить с любовью, мы об этом будем говорить в следующий раз. во-вторых, если мы видим, что это не помогает, в некоторых случаях помогает, Петр с Варнавой, например, согласились с Павлом, остальные нет, искать нужно помощь модераторов, посредников. Нужна интервенция, людей, которые могут помочь в этом конфликте. Если у вас застарелый конфликт в семье, или где-то в вашем, там, где вы работаете, может быть, в вашей церкви, ищите тех, кто может помочь вам разрешить этот конфликт. Уважаемых людей, с которыми все стороны могут согласиться, что они могут помочь. И, наконец, еще один важный вопрос, это уже вопрос, который касается не всех людей, первые два, это всех касается, а второе, это касается ведущих людей. Нужно в конфликтной ситуации основываться на широкой духовной перспективе. Так я вижу основание этого, в этом конфликте позиции Павла и Петра и Иакова. Не брать какие-то отдельные тексты и толкать, толкать, бить, стрелять в эти тексты, а смотреть максимально широкую историческую перспективу, смотреть перспективу того, как Бог определил от вечности совершать свое дело с народами. Как это может касаться семей? Ну, это может быть разговор для обсуждения для вашей домашней группы или вашей семьи. И, наконец, богословский урок. И это, пожалуй, самое главное. Собственно, этих богословских уроков два, но они не такие простые. Во-первых, то, что касается свободы. Первый урок. Христос дает свободу от закона. Просто. А? Не совсем. Сейчас вернемся к этому. Второй. Чистота приходит не от человека, не от человеческих усилий, а от Бога. Мы говорили здесь два вопроса. Свобода или чистота? Мы увидели сами два урока. И свобода, и чистота это то, что делает Бог. Давайте посмотрим немножко на эти два вопроса. Первый вопрос это вопрос свободы. Не устали, нет? Или уже совсем тяжело? Еще внимание есть? Потому что сейчас очень важный и интересный вопрос. Ну ладно, давайте. Вопрос свободы. Вы знаете, когда мы говорим о свободе, мы уже этого касались немножко. Есть внешняя свобода и внутренняя свобода. Мы говорили об этом с самого начала. Помните, когда мы говорили о свободе и о чистоте, мы можем это немного разознать по-другому. Например, давайте посмотрим вопрос, который сегодня дебутируется очень сильно на Западе, в Европе, в Америке. Не думайте, сейчас не буду говорить о гомосексуализме, если вы уже настроились на эту тему. Там не один этот вопрос дебутируется. Вопрос свободы слова. В Америке есть такая целая поправка, какая-то первая поправка или вторая? Кстати, американцы. Первая, да? Украинцы сразу услышат. Никто не может запретить вам выражать свое мнение. Абсолютная, полная свобода мнений. И вот у американцев сейчас проблема большая. Проблема состоит в том, что вот этой поправкой, вот этой свободой безграничной воспользовалась одна страна, которая нам очень хорошо известна. Там, на севере от нас. И эта страна начала засылать всякую фальшь, всякую неправду через американские средства информации. Больше всего через интернет, где ну никак не запретишь свободу. Интернет это вообще святое дело. По фейсбуку, по всему прочему. И пошла одна за другим фейк-ньюс. Так что потом тем, которые начали против нее отбиваться, они сами начали говорить, да нет, это вы там своими фейк-ньюсами, у нас все нормально. И вот сегодня у американцев и у европейцев кстати реальная проблема. Если не прикрутить немножко краник этой свободы, если оставить эту внешнюю свободу, то внутренняя свобода потеряется. Потому что это вся ложь, которая идет из России туда. Она проникает внутрь. И люди становятся порабощенными этой ложью. Нам это хорошо знакомо. Нам это хорошо знакомо по нашим друзьям из России, которые оказались как раз подвержены вот этой вот атаке внутренней свободы. Или, если хотите, давайте в сторону от политики. Давайте посмотрим на что-то более то, что касается нас здесь с вами. Может быть, нравственные вопросы. Когда-то, когда мы только что приехали из Америки, я уже говорил, один из больших вопросов был, смотреть телевизор или нет. Ходить в кинотеатр или нет. И очень просто. Если не смотреть, если не ходить, то внутренняя свобода сохраняется. И не остается внешне. И как же нам быть? У нас здесь, по крайней мере, в нашей церкви, я не знаю, для кого это еще остается проблемой. Мы все решили, что мы можем ходить и можем смотреть. Ну да, какие-то ограничения мы себе ставим, но мы вырабатываем себе внутреннюю свободу без того, чтобы ограничить себе внешнюю свободу. Такие примеры можно было бы, конечно, приводить много, и вы можете сами их приводить. Но знаете, с чем это связано? Теперь мы уже можем понимать, с чем это связано. Внешняя свобода это свобода культуры, а внутренняя свобода это свобода духовная. Каким образом? Ну ведь ходить или не ходить? Есть мясо или не есть мясо, которое там продавалось в языческих рынках? Это вопрос культуры. Вот об этом как раз здесь говорят апостолы Петр и Иаков. Об этом говорит во всех своих посланиях Павел. Это вопрос культуры. А внутренняя свобода это духовная свобода. Эти два вопроса вопрос свободы культуры и духовная свобода они иногда пересекаются, соприкасаются. Мы может быть сейчас говорим о очень сложных вещах, но от этого не менее важных. Не менее важных, братья и сестры. Посмотрите, как это работало в народе израильском, когда это станет несколько более понятно. Знаете, для чего нужно было держать народ израильский под законом? Знаете, для чего нужно было обрезание и весь закон Моисеев как училища, которые пришли из Иерусалима и Антелуфи? Для того, чтобы народ израильский, которому вверено было Писание, с которым был заключен завет с Богом, для того, чтобы он не испачкался, не осквернился, смешиваясь с народами мистическими вокруг них. Вокруг были могущественные империи, Вавиловская, Греческая, потом Римская, Египетская. И чтобы не смешаться с этими идольскими или идолопоклонническими культурами, народу израильскому нужно было держать закон. Поэтому у народа израильского была отобрана свобода культуры. Сегодня очень многие люди, которые называют себя националистами, говорят, что это благо на самом деле. Мы должны брать пример с народа израильского. Народ украинский, например, тоже должен быть лишен свободы культуры, должен ориентироваться на национальные ограничения. В языке, во всех обычаях, в обрядах это свобода культуры или не свобода культуры. И вторая это духовная свобода. Смотрите, как они пересекаются. Все эти ритуалы, которые в основном были связаны с ритуалами очищения, мыть руки перед едой, мыть руки после прикосновения к больному, к трупу, к мертвому, к какой-то нечистоте, каждый раз много раз руки, особенно перед тем, как ты идешь в храм из руки, а еще и омывать грех кровью. И это все имело духовное значение. И это указывало на то, что народ израильский, народ избранный, народ Божий должен помнить о том, что каждый человек испачкан грехом. Каждый человек нуждается в очищении. И более того, каждый человек нуждается в искупителе, в пролитой крови. Ритуалы еврейские, они были образами, они показывали постоянно вот этот смысл. теперь давайте перевернем страничку вместе с нашими апостолами и посмотрим на истину евангельскую. Вы знаете, дорогие друзья, чем Евангелие отличается от закона, от Торы? Чем Евангелие отличается вообще от всякой другой религии? Вот это, пожалуй, самый центральный момент сегодняшнего нашего рассуждения. Давайте посмотрим даже переводы, как переводятся эти все священные книги в других религиях Тора. Это поучение буквально или закон. Коран, например, это буквально назидание. Или на Рудах Индии есть священные книги Упанишады буквально переводятся как сидение ученика, который слушает учителя. Все остальные религии, включая иудаизм, это поучение, это совет, 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 это закон. Это приказ, это совет, каким образом ты можешь спасть здесь, каким образом ты можешь быть чистым. Евангелие это никогда не приказ и не совет. Евангелие в переводе это не назидание, не получение, это не сидение ученика подле учителя. Евангелие это отличная новость. Вот что такое Евангелие. Евангелие говорит о том, что спасение – это то, что ты получаешь, а не то, что ты достигаешь сам, не то, что ты зарабатываешь. Евангелие – это то, что освобождает от времени. Причем освобождает от всякого времени, от времени прошлого, от времени твоей вины в прошлых грехах, от времени сожаления о прошлом. Освобождает от будущего. Освобождает от страха того, что ты никогда не сможешь, никогда не выполнишь ожидания Бога, твоего пастора и твоих друзей в библейской группе. И в Англии отличная новость. Освобождает. Церковь часто вновь и вновь скатывается под благовидными предлогами. Опять туда же. Высоконничество. Вместе, например, с Картуряном, который говорил, в театр? Не, ни в коем случае. Потому что так поступают язычники. Парфюмерия? Мейкап? Духи? Ни в коем случае. Потому что если бы Бог хотел, чтобы ты был накрашен, Он бы разукрасил тебя сам. Если бы хотел, чтобы ты пахнул хорошо, Бог тебе сделал на голове букет цветов, чтобы ты постоянно благоухал. Танцы? Ни в коем случае. Потому что от этого все разжигаются. Сегодня мы слышим от отголоски этого законничества вновь и вновь в разных вариантах опять и опять в церкви. А мы скажем, а как же чистота? И этот последний вопрос у нас как раз подводит действительно к самому нашему центральному событию в нашей собрании. Вопрос чистота. Вопрос чистоты. Здесь об этом говорится в девятом стихе. Мы прочитали. В сердцевидец Бог, дальше написано, не положил никакого различия между нами и ими, то есть язычниками, верою, очистив сердца их. Мы слышали, в этом году отмечаем год реформации. Это как раз то, что касается сова фида, то есть только верою. И у нас остается вопрос. Как? Как только вера? Для того, чтобы понять, мы сейчас уже заканчиваем, уже осталось совсем немного на это. Самое важное здесь. Мы посмотрим сначала, почему иудеи верили, что чистота и спасение основываются на... обрезании. Помните речь, что она нашла с самого начала об обрезании? Знаете, это, пожалуй, самый сложный вопрос вообще, не только здесь, в этой главе. Обрезание вообще странно. Почему Бог избрал этот обряд, этот ритуал, как символ того, что человек принадлежит ему? Как символ чистоты? Это ритуал. Мы не будем его описывать, но мы все знаем, что это кровавый, болезненный, интимный и, на самом деле, отвратительный ритуал. Нам о нем неприятно думать. Но смысл этого ритуала ничем не отличается от любого ритуала, связанного с клятвой, с обедом, с обещанием. Например, если в древние времена заключалась клятва между царем и его вассалом, то обычно бралось большое животное, разрубалось пополам. Две половинки раскладывались по две стороны, между ними был проход. И вассал царя проходил между этими кровоточащими половинками животного и говорил, «Если я нарушу мое обещание, мою клятву быть верным тебе, то пусть со мной случится то, что произошло с этим животным». Очень яркий образ. Тогда не было печати, не было подписи. То же самое обрезание. «Если я нарушу мой Бог, мою клятву, мой обед тебе, то пусть со мной случится то, что случается во время обрезания. Пусть я буду обрезанный, отрезанный от народа израильского, который является Божьим народом, отрезанный от общения с Божьим народом и с самим Богом». Ну и что? И здесь, для того, чтобы изобраться, ну и что? Нам очень важно с вами перелеснуть несколько страниц и коротко посмотреть на то, что написано в послании Колоссянам во второй главе, в 11-12 стихе. Здесь Павел пишет. «В нем, то есть в Иисусе Христе, вы и обрезаны обрезанием нелукотворенным, совречением греховного тела плоти, обрезанием Христова, бывшим погребены с Ним в крещении. В нем вы и со воскресли верующего в Бога, который воскресил его из мертвых. В нем во Христе вы и обрезаны». Здесь дальше говорится о нелукотворенном обрезании. Что это означает? И когда речь идет о погребении с Ним, то мы знаем из Нового Завета, что это символ распятия Христова, Его смерти на кресте. Обрезание Христова, в котором мы и обрезаны, это распятый Христов, Сын Божий, который кровоточит, который обнажен. Который нараспашку в своем обнаженном теле. Который отрезан. Там есть нож. Но не только нож, а больше того, духовно. Вот почему ты оставил меня. Мой брат, чтобы он принял тебя и меня. Моя сестра, чтобы Господь мог принять тебя и меня. чтобы ты и я был чистым. Господь Иисус Христос был на кресте обрезан. В грязи, в плевках, в крови. И сегодня мы с вами. Сегодня мы с вами, поэтому можем с вами хорошо знать, в чем источник нашей свободы и нашей чистоты. Такое и то, и другое приходит от Бога. И то, и другое мы находим на кресте. Ни ты, ни я не должны вспоминать сейчас и быть отреченными ни одними с пятен нашего прошлого. Потому что они все убелены кровью Христовой. Ни ты, ни я не должны страшиться будущего. Потому что Христос дал нам свободу обетование, вечная жизнь и чистоты. Вот что мы празднуем, братья и сестры. В этом смысл сегодняшнего очищения. Мы с вами сегодня коснулись самого центра этой книги, над которой уже работаем несколько лет. Мы с вами не исчерпали эту тему, даже этой главы. У нас Бог будет продолжать работать на дне и дальше. Но самое главное мы сегодня с вами узнали. Свобода во Христе. Чистота от Христа. Это благословит нас Господь. Давайте помолимся и всем холмам. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам книгу, которая не приукрашена, в которой не убраны всякие эти непривлекательные моменты. Моменты конфликтов и кризисов и разногласий и возмущений и споров. И что мы через Твою книгу святую мы знаем, что она подлинная, потому что сами апостолы, те, которых мы читаем, они такие близкие для нас. Мы можем понимать их. Мы можем как будто бы увидеть их здесь посреди себя. Мы знаем, что это все касается и нас. И если они прошли через эти муки, через эти вопросы, то Ты и нам, Господи, нашей Церкви тоже помогаешь пройти, и даешь нам этот удивительный источник, надежда, которая в Тебе. Благослови, Господи, нас в наших повседневных заботах, в наших повседневном поиске чистоты и свободы, которая, конечно, как мы знаем, заключена в Тебе. В поиске святости, в поиске радости, которая заключена только в Тебе. Ты будешь Ты, наш Господь, прославленного завалечения, Отец и Святой Дух. Аминь.